Друзья, подписывайтесь на канал Дениса Белова. Он снимает различные обучалки, выполняет вызовы, рассказывает о питании, тренировках. И на его канале будет еще много-много всего интересного. А все почему? Потому что он служил в ВДВ и знает толк в суровых тренировках. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Мне 24 года, и я чистый эктоморф. И сегодня я вам покажу, как определить именно чистого эктоморфа. Но перед этим вам обязательно нужно знать, что определяется тип телосложения после 18-19 лет, когда ваш организм уже сформировался и уже вырос, да, потому что подростки еще растут, у них организм формируется, и там непонятно, кем они станут. Также вам нужно знать, что очень редко встречаются чистые самотипы. Например, эктоморф, мезоморф, эндоморф. Чистые прям встречаются очень редко. Обычно все эти типы телосложения смешаны. Например, эктоморф, мезоэндо, эктоэндо и так далее. То есть чистые очень редко. Но сегодня я на своем примере покажу, как определить чистого эктоморфа, потому что я им являюсь. Полетели. Первый фактор чистого эктоморфа – это длинные конечности. У эктоморфов длинные руки, длинные ноги, длинные пальцы, длинная шея. Все конечности у них очень длинные. Второй фактор – у эктоморфов очень высокий рост, начиная от 180 и выше. Третий фактор – это то, что у эктоморфов очень тонкие кости. На руках, на ногах, в коленях. Четвертый фактор – у эктоморфов в основном очень плоская грудь. Если у мезоморфов, эндоморфов она идет выпуклая, то у эктоморфов она будет большая и плоская. Пятое – это торчащие ключицы. Ключица находится вот здесь. У вас идет плечо и вверху идет вот такая косточка. А потом от нее идет вот такая дуга, и она проходит по всему как бы верхнему грудному отделу. У эктоморфов это торчит. И это практически невозможно закрыть, даже если вы будете весить там 80 кг. Шестое – у эктоморфов маленький процент жира, а также большая венозность. Ни для кого не секрет, что эктоморфы имеют маленький-маленький процент жира, и его очень сложно увеличить. Седьмое – у эктоморфов сухие жилообразные мышцы. Что значит жилообразные? Это значит, что у обычных людей, у нормальных типов, у них мышцы такие объемные, красивые. А у эктоморфов, если они напрягают битку, то у них все пучки будут видны и будут как жилы. Восьмое – у эктоморфов вес не может восполнять рост. Что это значит? Это значит, что, например, по всем таблицам, которые вы можете посмотреть, нормальный человек должен весить, например, если его рост составляет 180 см, он должен весить примерно 80 кг. Но у эктоморфа такого не будет. Если будет, то, блин, это просто невозможно. Это невозможно. Эктоморф не будет весить при росте 180 см 80 кг. Я лично вешу при росте 180 см всего лишь 69 кг. Если я буду 75 весить, я буду огромным. Девятое – слабые силовые показатели. Очень слабые показатели в жиме, в тягах, становая тяга, там, не знаю, жим ногами, приседания и так далее. Большие веса эктоморфам даются очень сложно. Десятое. У эктоморфов зато есть огромный плюс – это хорошая выносливость в многоповторках. Подтягивания, много подтягиваний, много отжиманий. Мышцы у них не так быстро закисляются и могут работать более продолжительное время. И одиннадцатое. Наверное, самое прискорбное. Эктоморф сливает массу гораздо быстрее, чем ее набирает. Эктоморф может слить массу за неделю, например, 3 кг. А набирать он будет эти 3 кг – полгода. Ну вот, друзья, теперь вы узнали эти 11 пунктов, которыми славятся эктоморфы. Уверен, теперь вы сможете просканировать свое тело по этим пунктам и определить, кто же вы на самом деле. Скорее всего, вы смешанный тип, потому что чистые эктоморфы встречаются редко. Если вы чистый эктоморф, то, к сожалению, вам не повезло. Почему? Потому что эктоморфы очень плохо подходят для бодибилдинга. В древности этот тип телосложения занимался сбором ягод, там, урожая, какими-то посадками, там, картошки и так далее. А вот мезоморфы, эндоморфы охотились там и так далее. Выполняли такую сложную, суровую работу. А эктоморфы они такие, знаете, по-легкому, по-легкому. Поэтому, друзья, спасибо за внимание. Поставьте лайк этому видео, покажите своим друзьям, пусть они определят, а не эктоморф или кто. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok